Привет, друзья! Благодарю душевно каждого, который был на нашем сейчас участником бесплатного очередного ликбеза. Ну, потрясающий ликбез был. Запись висите, посмотрите в Ютубе. В сердечном благодарен. И мне написали там в личке, мне много в личке пишут, я всегда пишу, так вы пишите это там в комментах, потому что я-то вижу ваши реакции, а все же должны видеть. Пишите в комментах, пожалуйста, друзья. И запись сейчас смотрите, и тоже там комменты пишите, чтобы больше и больше людей подключалось, потому что это необыкновенные у нас бесплатные ликбезы и необыкновенные у нас вебинары. Послушайте меня внимательно. Просьба. Сейчас в формате одну минуту коллективного разума. Улыбку здесь сделать, в этом медитативном состоянии, в нирване. Или так оставить. А теперь слушайте меня. Бесконечность, беспредельность, без страха, без шаблонов мышления, без времения. То, что говорил, ну как же его, ну самый-самый, который Тесла. А Тесла, встреча с Абсолютом, и там он изобретал свои изобретения. Это выходил в поток из нирванического состояния. А нирвана – это пустота в голове. А если эта пустота совершает, сопровождает какой-то процесс мышления, отсекая все шаблоны, все страхи, стереотипы, авторитеты, отсекая, то и создается новое. Друзья, я так вам благодарен. Я вам хочу еще сказать, что значит душа. Душа – это целостность. Душа – это когда есть синхронизация между действиями нашими и состоянием текущим в моменте. Вот это связь между внешними и внутренними, когда нет противоречий, целостность. Вот это душа называется. Еще я хочу сказать, что само медитативное состояние – это размышления. Но размышления без страха, комплексов стереотипов и подражания авторитетам – это поток. Мы говорили в некоторых роликах, и в психоанализе поток, когда между словами нет промежутков во времени. В этом, оказывается, психоанализ, как я вычислил. И в танце есть поток, и в песне есть поток. Это интересное дело. И тренируется это легко, если вы подбираете действия, синхронное вашему текущему состоянию в моменте. В нашей школе это мы обучаемся делать быстро, выходить в этот ноль, в эту пустоту в голове. И чтобы этой пустотой сопровождать выбор решений, и тогда мы лучше понимаем, что и как надо делать, потому что там целостность. Но об этом мы еще и поговорим на вебинаре, на котором будет такой необыкновенный контент. Это вообще потрясающе. Потому что сейчас всех волнует, как в этой ситуации неопределенности верить в себя, включать свои ресурсы, весь свой внутренний потенциал включить, чтобы в этой неопределенности найти верное решение, добиться своей цели и так победить в самых разных областях жизни. Не только выжить, но и создавать. Да, друзья, до встречи.